Всем привет! Меня зовут Ирина, и я вам расскажу сегодня, что такое басня и какое место она занимает в литературе. На уроках русского языка мы очень часто разгадывали с вами загадки, читали сказки, рассказы, повести. Так что же такое басня? Бывало ли в вашей жизни такое, что рассказывая другу интересную историю, он вам не верит и говорит «Ай, басни все это!» Или же вы пытаетесь чему-то научить вашего друга, а он говорит «Хватит мне басни читать!» Так что же такое басня? Басня – это короткий рассказ в прозе или в стихах. Действующими лицами в басне выступают животные, выступают растения и предметы, но подразумеваются люди и их недостатки. Басня их высмеивает для того, чтобы дать урок, как не следует поступать. Вывод об этом называется мораль басни и зачастую ее необходимо искать либо в начале басни, либо в конце. Вот мы с вами сейчас и познакомимся с одной интересной басней Ивана Крылова «Ворона и лисица». А поможет нам в этом бумажный театр, который мы с вами сделаем вместе нашими руками. Для театра нам понадобятся актеры – это наши герои, понадобятся декорации, место, где происходят события и реквизит, который имеет важное значение в нашей басне. Ну что ж, приступим? Нам понадобится простой карандаш, линейка, ножницы, двухсторонний скотч и цветная бумага – зеленая, черная, белая, белая и рыжая. Приступаем! Субтитры создавал DimaTorzok 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 была лутовка на кавам. Уж сколько раз твердили миру, что лесть гнусна, вредна, но все не впрок. И в сердце льстец всегда отыщет уголок. Вот и все, ребята. Как вы думаете, кто был прав, кто виноват? Какой вывод можно сделать из этой пасни? Кого пытался высмеять Иван Андреевич Крылов? До новых встреч!